Аппаратное совещание 22 ноября началось с острой темы. Глава потребовал объяснения по укладке асфальта на улице Заводской. Работы велись при низкой температуре и плохих погодных условиях. Это вызвало многочисленные вопросы у копичан. Засыпали, соответственно, солью потом убирали и перед укладкой мы все лужи выгоняли щётками. При этом я согласен, мы могли класть этот асфальт в соответствии с погодными условиями. Соответственно, температуру асфальта тоже проверили, чтобы она была нормативной. Но при этом подчеркну, что в любом случае, если стройконтроль и лаборатория нам не подтвердят, то, что он находится в нормативном, он оплачен не будет. И плюс ко всему ещё у нас 5 лет гарантии на верхний слой. Соответственно, исходя из всех этих причин, Андрей Михайлович, не выполнить работу мы не могли, поэтому к ней достаточно серьёзно готовились. Результаты лаборатории однозначно мне представьте, пожалуйста. И тем не менее, мы понимаем, что в любом случае мы договариваемся о следующем. Если у нас, а они будут, частичные повреждения, то мы режем не картами, а мы полностью снимаем весь слой и перекатываем. И поверьте, мы вернёмся к этому вопросу буквально в следующем тёплом периоде. Однозначно. Ещё один вопрос, который вызывает беспокойство горожан – снос расселённых аварийных двухэтажек. Жильцов давно нет, а дома стоят, разрушаются, периодически в них случаются пожары или образуются свалки. Замглавы по ЖКХ проинформировал участников совещания, что работы по сносу идут. Прошёл очередной аукцион по определению подрядчика. Мы отыграли на 14 домов, заключение договора завтра, срок выполнения, посмотрите, 14 домов до 30 ноября. Оставшиеся три аукциона на 11 домов у нас аукцион 29 ноября. Соответственно, заключение договора 8 декабря. Срок, предельный срок сноса 20 декабря. То есть вся программа будет выполнена. Традиционный в повестке вопрос по ходу ковид-вакцинации. На сегодня прививку поставили 51% копичан, а категория людей 60+, больше 55%. Поставка вакцины идёт регулярно, но, скажем так, в основном это поступает спутниковые. Поэтому сейчас буквально на днях пришло в город более 5000 доз. Вот они есть и в первой больнице, и в третьей больнице. К сожалению, нету лайта. Та небольшая партия, которая пришла в Челябинскую область, она пока осталась там, скажем так, распределена большим точкам. Например, арена трактор, где идёт вакцинация. Ледовый дворец, поэтому, по идее, пока у нас лайта нет. Но у нас есть ещё и пива «Корона», который также вакцинирует в травмпункте, который работает у нас в ночное время для вакцинации. Также продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима. За неделю составлено 74 протокола на нарушителей. 17 человек выявлены в городском транспорте, 57 – в общественных местах.